Ну вот он, воск натирается и получается, начинается блеск. В принципе, я не делаю это до, как говорится, остановки на месте. Блеском побед теперь будет встречать и провожать гребцов бюст Константина Костенко. Его выковали на Колыванском заводе. Скульптор Эдуард Добровольский постарался сделать его хладнокромно спокойным и уверенным в себе. Открыть памятник основателю гребли на Алтае приехали его коллеги и последователи со всего региона. У спортсменов гребцов появилось место на гребном канале, где можно постоять, отдать дань памяти этому замечательному человеку, возложить цветы, пообещать перед отъездом на ответственное соревнование, что они будут бороться так же, как и он, до последнего гребка. Константин Костенко дважды чемпион мира, чемпион Европы и СССР по гребле. Именно по его инициативе появился Барнаульский гребной канал. Уже после того, как Константина не стало, рядом с каналом построили спортивную школу для гребцов на байдарках и каное. Сейчас в ней тренируется больше 300 спортсменов. Дело, мечта Константина Петровича, стронута с места, она получила воплощение в эти здания, в этот гребной канал, на который уже носит статус, который уже международный. Здесь проходили международные соревнования. А в 2021 году именно здесь планируют проводить международные соревнования по гребле на байдарках и каное. К тому времени краевые власти должны успеть сделать второй шаг по увековечению памяти великого алтайского чемпиона. Дать гребному каналу имя Костенко. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.